Однажды в далекой-далекой стране жила прекрасная снежная королева. В ее замке со строконечными башнями, похищенные ею дети ночами напролет, делали скульптуры из льда. Днем скульптуры таяли, одна за другой. Талая вода утоляла жажду белого волка, стражника замка и королевы. Я хочу домой. Ты помнишь, как мы сюда попали? Я не помню ничего, но нам нельзя шуметь. Она не должна нас слышать. В этой же стране жил-был принц с золотым сердцем. Когда этот принц по имени Уильям узнал, что счастливые дети этой страны были похищены королевой, Он вскочил на своего любимого коня и отправился на поиски детей. После долгого пути принц прибыл в место, где был большой сад. Ты очень устал, мой верный друг. Давай отдохнем. Когда он вошел в этот сад, то увидел, что все цветы завяли. Как только он коснулся одного из цветков, его окутал черный дым. А цветок превратился в ведьму. Незнакомец, что ты делаешь в моем саду? Прости, я не знал, что это место принадлежит тебе. Я ищу замок Снежной Королевы. Ты знаешь, где это? Эта ведьма по имени Кара очень встревожилась, когда услышала имя Снежной Королевы, но не показала виду. Я не слыхала ни о такой королеве, ни о таком замке. Забирай свою свиту и убирайся из моего сада. Это не ложь! Королева украла детей и заключила их в своем замке. Ты должна помочь мне! Никогда больше не говори о ней со мной! А сейчас убирайся отсюда! Сейчас же! Ты знаешь ее! И ты знаешь, где она! Пожалуйста, скажи, где она! Ведьма не смогла больше этого выносить и превратила коня Уильяма в ледяную фигуру. Принц был поражен. Эй, что ты сделала с моей лошадью? Если и ты тоже не хочешь превратиться в снежную фигуру, убирайся отсюда! И поосторожней с фигуркой в руках, чтобы не растаяло. Или ты потеряешь своего коня. Принц Уильям поднял фигурку коня и в страхе побежал в лес. В это время огромный орел с белыми крыльями увидел его и подлетел к нему. А? Ты белый орел из легенд? А ты разве не принц этой страны? Почему ты в страхе бежишь по лесу? Прошу, помоги мне, белый орел! Я должен попасть в замок снежной королевы. Но там очень опасно! Почему ты этого хочешь? Принц рассказал белому орлу обо всем. И орел согласился доставить его в замок. Положи фигурку в мои перья! Я сохраню ее холодной и сделаю все, чтобы она не растаяла! Принц запрыгнул на спину орла и вместе они воспарили в небо. Пролетев в облаках, они наконец прибыли к замку снежной королевы. Как принц не старался, он не смог открыть ледяные ворота замка. Отойди, принц! Тебе нужны мои сильные крылья, чтобы открыть дверь. Но будь осторожен! Если я перестану махать крыльями, дверь закроется за тобой! Взмахивая мощными крыльями, орел смог открыть тяжелые ворота замка. И принц Уильям вошел в замок. Внутри было очень холодно и очень тихо. Дети! Где вы? Когда королева услышала голос принца Уильяма, она очень рассердилась, поняв, что в замке был незнакомец. Кто ты такой? И что ты делаешь в моем замке? В тот момент, когда принц увидел королеву, он был поражен ее красотой. Он в восхищении смотрел на нее и не мог произнести ни слова. В это время, взмахом волшебной палочки, королева сотворила острые кусочки льда. Я приказываю тебе немедленно покинуть мой замок, или я превращу твое сердце в лед. Остановись! Прошу! Дети! Дети, которых ты выкрала, должны вернуться в свои семьи. Отпусти их! Королева направила куски льда принца. Убегая от кусков льда, принц заметил детей, которые наблюдали за ним из-за большой ледяной скульптуры. В это время из-под крыльев орла выскользнула фигурка коня и пролетела в замок. Принц не знал, спасать ли ему коня или спасаться от нападения королевы. Он уже почти поймал фигурку коня. Когда королева захватила ее ледяным шаром и потянула в свою сторону, когда она прикоснулась к фигурке, она очень удивилась. Это? Это лошадь превратилась в лед? Проклятие! Я узнаю это проклятие где угодно! Это ведьма Кара! Да! Благодаря фигурке в своей руке королева вспомнила, что когда она была ребенком, у нее было сердце полное любви и милосердия. Другие дети боялись этой загадочной девочки, которая заставляла цветы цвести, и не играли с ней. Устав все время быть одна, маленькая девочка пошла в сад с прекрасными цветами и вырвала все цветы в этом саду. Но этот сад... Но этот сад принадлежал злой ведьме Кари. Ведьма внезапно появилась перед ней и прокляла ее ледяной магией. С того дня снежная королева никогда не чувствовала любви в своем сердце. Поэтому она запретила слово «любовь» и стала похищать всех счастливых детей в стране. Пожалуйста, не навреди ему! Разве ты никогда никого не любила? Не произноси это слово здесь! Если бы твое ледяное сердце только знало любовь! Это наидрагоценнейшее из чувств! Когда принц говорил с королевой, дети снова почувствовали присутствие любви. И таким образом собрались силами и выскользнули через двери замка. Королева даже не видела, что дети убежали, потому что она была полна злобой. Ах! Эта фигурка теперь моя! Я никогда тебе ее не верну! Королева продолжила метать кусками льда в принца Уиль. Принц уже почти выбежал из замка, когда один из осколков льда застрял у него в ноге. Раненый Уильям побежал в сторону орла. Большой белый волк снежной королевы тоже видел, что произошло, и поспешил поймать детей. В последний момент принц вместе с детьми забрался на спину белого орла, и они улетели. Волк злобно взвыл им вслед. Разум принца был с ледяной фигуркой коня, а его сердце – с нежной королевой. А день, когда королева поймет всю ценность настоящей любви, был все еще далеко. Адизэбаба!